Вот, я про них и говорил, да. Это они выиграли даже. Они выиграли. Они выиграли. Это просто команда, которая по большому счету ни до, ни после вообще никогда ничего не выигрывали крупного. Винкс приехали на мейджор в Маниле, который был за два где-то месяца до Инта, может два с половиной. Ну, в общем, вот это срок, как вот от сейчас до этого самого Интернешнл, о котором мы говорим. То же самое, они приехали, заняли 16 место, последнее. Через два месяца они приезжают, выигрывают Интернешнл. То есть есть в теории возможность, что какая-то команда, которая сейчас там кое-как барахтается, приедет на Интернешнл и выиграет всех. Лучший пример вообще команда CDC, которая играла в квалификации, потом она приехала на Интернешнл, играла прямо на Интернешнл или, по-моему, в Вайлкарт-матч. Она его выиграла и потом еще до финала дошла. Да, она там проиграла ЕГЭ, но это вообще совсем жесткий путь. Это с Романом, по-моему, да? Не-не, это Digital Chaos. А, все, понял. На 15-м Интернешнл была китайская команда, которая вот из этих же самых квалификаций, которые мы смотрим, то есть она из открытых квалификаций, как из спада, короче, вот эти, которые уже в финале. Они вот прошли открытые квалификации, прошли закрытые квалификации, попали на Интернешнл, кажется, играли в Вайлдкарт-матч, хотя я в этом не уверен. Ну, Вайлдкарт это еще дополнительный матч, еще преквалификация там перед самым Интернешнлом. Попали в итоге в основной уже турнир и там дошли до гранд-финала по Венерам, выиграли всех, сидели ждали. Ну, их вот как раз ППД с ЕГЭ обыграл в гранд-финале 3-1, но это вообще не важно, это просто были 5 человек, о которых не знал никто, и они вот выиграли. А еще, ну, еще много подобных команд было. Тин-Си в свое время приезжали, такой тоже. Они даже в том году Тин-Си против ОДЖИ как раз боролись и выбили их в том году же, да, в том, да, по-моему, 17-м. Значит, еще одна составляющая, это удача в любом случае. Должна присутствовать какая-то там мадам, которая, ну... А как из удачи ты будешь делать что-то в жизни? Вот ты никогда не обращал внимания, что жизнь, в принципе, соткнула, ну, как бы, в ней очень много удачи. Или неудачи. Или неудачи. Случайно может что-то произойти. Ты просто повернул направо и не налево, а там что? А там хорошо. Интернешнл. Или наоборот, да, или интернешнл. Но тем не менее, я вот, насколько я знаю, обычно, те, кто стараются, очень много трудятся, там, туда-сюда, им обычно, ну, не всегда, конечно, но практически всегда, им успех-то, как бы, ну, приходит. Вот, например, те же Virtusa, долго же, например, у Solo не получалось там как-то выйти на какие-то топовые места. Но потом они все-таки собрали вот такой вот состав, который сейчас делает невероятные вещи. Как мне кажется. Ну, лучше, наверное, в России, ребята, в СНГ. Да, да, ну, конечно. Ну, работали-то они явно немало. Я не думаю, что тут только удача. Но я просто говорю, что это работа, это удача, это пики, это все, что, пики-точеные там и столы всякие. Вот, поэтому я думаю, что, не знаю, просто так. Я прочекался DC, вот именно такой путь у них и был. Ну, да. Через все вот эти триквалы и потом до финала. Жестко, жестко. Ну, это все часть успеха. Некоторым людям везет, просто они как-то, знаешь, вот... На волне? Ну, получается у них, то есть, как-то... Ну, а тот же Фир, например, у него же вообще ничего не получалось, пока однажды... Да, некоторым не везет, некоторым нужно очень много приложить усилий. Ну, по-разному судьбы складываются у людей. То есть, в отличие от того же Сумаила... А некоторым никогда не везет. Вообще никогда не везет, согласен. От того же Сумаила у Фира просто все валилось из рук, все было сложно, все было невероятно ужасно. Но, тем не менее, сколько там он Интернешнл прошел? Все? Ну... До победы? Ну, нет, он где-то не играл. Со второго? Но, в общем, так тебе скажу, выиграли они вместе с Сумаилом Интернешнл в итоге. С Сумаилом, да, в итоге они выиграли именно с ним. То есть, Сумаила не было или, возможно, там каких-то... Представляешь, как ему... Нет, наверное, когда ты выигрываешь Интернешнл, тебе уже вообще не обидно и вообще пофиг. Но если так задуматься, он 10 лет к этому шел, а парень полгода назад первый раз вообще на турнир какой-то приехал, и они вместе выиграли. Это само по себе довольно забавно. Все из спада против... Ого! Flight to Moon, который, кстати, сменили название на Winstrike. Ну, в пиках я разбираюсь очень хорошо. Да, ну-ка, давай, проанализируем. Ем ГМО. От этого у меня меняется внешность иногда. ГМО? ГМО. ГМО безвредно. Да ладно? Да, конечно. Я сейчас расскажу тебе. Ну-ка. Поподробнее. Нет, поподробнее. Ярослав слишком много знает, друзья мои. Я бы обратил на это внимание. Не только по Доте, но еще и по Пакистану, и по ГМО. Конечно. Я после эфира тебе расскажу, что ГМО это вообще безвредно. Все нормально. Почему они забанили? Я не вижу. А, все вижу. Виспай. Ну, смотря кто, точнее. Ну, как бы, Висп всегда в бане. Варлок — это сигнатурка из спады. Акс сейчас очень тоже сильный герой. Очень хорош, да. Чен тоже сейчас очень такой метовый. Тем более, в Винстрайк играют. Там науфир. Почему на ВР-очке не бегают? Она сейчас очень сильно сильная. Бегают? Бегают. Я просто не замечал, чтобы именно на бро сцене она бегала. Ну, иногда бегают. Вот ты сейчас и увидишь эту ВР-очку от команды Flight to Moon. Винстрайк. Винстрайк, конечно. Ну, ВР-ка. Вот некоторые команды сейчас... Дай мне памяти жизнь вспомнить. Команда 20 минут по колесу. Санейка. Там у него второй саппорт Соник. Ему на ферст пик брали эту ВР-ку. Соника, Санейка. Да, Соника, Санейка. Два саппорта. И вот он на ней просто очень круто играл. Ну, то есть... Она очень сильный персонаж. Ну, есть такой момент, что порой бывает, что какой-то персонаж очень сильный, но вот как-то так вышло, что никто на нем не играет у тебя. Никто не хочет. Ну, как бы, не сигнатурка. Ну, да. Но, тем не менее, сейчас ВР-очка очень сильная. Очень сильная. Ну, все, они сейчас возьмут, раз ты так настаиваешь. Я уверен. Сейчас будет пик Найт Сталкера, это первый. Сейчас будет банная Сталкера. А, он не баня. Сейчас будет пик Найт Сталкера. И потом дополнят его ВР-кой. Это уже стопудовый прогноз. Мне кажется, что сейчас будет пик Найт Сталкера, а вот дальше они посмотрят. Потому что им-то ответят чем? Ну, петухом, скорее всего. Нет. Люкан. Это Лайкан. Причем берут они его вместо Испада. Это грамотный пик. Смотри. Перепик. Тут, короче, много моментов. Они украли Люкана у Испады. Они, как бы, не позволяют Испаде взять Найт Сталкера. Потому что Найт Сталкер против Ликана это плохо. Найт Сталкер включает ночь. Ликан ночью сильный. У него Хавл дает двойной бонус ночью. То есть, как бы, комбо Ликан и Сталкер крутая. Сталкер против Ликана не очень круто. То есть, они, как бы, мешают Испаде брать Сталкера. Хотя, мне кажется, они все равно, возможно, его будут брать. Интересно. И, на-ка. Не буду. Ну, значит, в Инстраке, я думаю, сами возьмут Найт Сталкера так или иначе. У них, смотри, как было, как Лайны у них стояли в полуфинале. Они, ну, два раза брали ВР-ку. И сначала у них стоял Ликан с ВР-кой. А потом у них стоял... И Клокер там был как раз под эту ВР-ку. И потом стоял Найт Сталкер с ВР-кой. Интересно. Но они дополняли этим героям, да. Майндгеймы пошли сильные. Потому что, ну, вроде как, нет ни единой причины не взять Найт Сталкера, казалось бы. Клок очень хорош против Наги как раз таки. Вот если он ее вычисляет, он просто не дает ее кастовать сон и не дает ломать драки. Ну да. Ну, в любом случае Найт Сталкера пока нет. Просто это такой уникальный момент. Обычно этот герой в бане в каждой игре. А если он как-то не в бане по какой-то причине, то его берут. А тут вот команды настолько подготовились друг к другу, так друг к другу как бы пытаются передумать, запутать и так далее, что хоп-хоп-хоп, и его просто нет. Так тоже бывает иногда. Но это интереснее смотреть, когда именно команды готовы друг к другу и пытаются обмануть друг друга. Ну да. Но тут явно, то есть был довольно долгий перерыв. Минут 30, наверное, если не больше, да, сколько мы тут уже сидим. Собственно, все это время и есть перерыв. И было время подумать. Винстрайки точно, да, продумали весь свой драфт на протяжении. У них это время не было еще и отдохнуть побольше, чем трасс часов. Они смотрели. Притом, если против ФНГ, так скажем, особо думать там нечего, у него очень стандартные сейчас пики, такие дефолтные, то против вот Испады стоило подготовиться. И мы видим, что вроде как домашняя работа сделана. Вроде бы сделана. А против кого берется Андерлорд, мне интересно? Зачем они его взяты берут? Это просто как сильный танк? Он просто берется. Просто берется? Ну, Андерлорд, он довольно напряженный, например, против Волка, потому что Андерлорд любого милишника на линии один на один практически побеждает. Волк не самый сильный, то есть Андерлорд там крут. Получается, что Волку нужна какая-то поддержка теперь. Получше поддержка, чтобы они вместе могли этого Андерлорда прогонять. Ну, а к Андерлорду придет Нага. И они уже вдвоем будут очень сильными, и придется что-то еще придумывать. Ну, то есть они как бы Испада пытаются лайнинг усложнить. Андерлорд у тебя просто будет фармить, у него будет фрифарм, соответственно, он будет большого левела, у него будет очень много денег, быстрые шмотки, быстрый Кримсон Гвард, ну, быстрые какие-то эти бафы, да, там, Пайп, Кримсон Гвард, там, Гривцы, без ряда. Смотри, какие герои будут. И если так, у Андерлорда, плюс его пассивка еще, вот эта противная, которая снижает урон, есть какой-то такой артефакт быстро, то ты драться против этой команды вообще не можешь на начальных уровнях. Нагонять он будет сильно, да. Ну, сложно, да, и Кримсон очень хорош против Волка, это правда, потому что у Волка есть его маленькие Волки, еще есть Некрономиконы, и все это бьет, и под Кримсером... Доминатор тоже самое. Да, и Доминатор, еще Крип, и под Кримсером это все бьет, ну, прям вообще... То есть Волки не бьют вообще, этот Крип с Доминатора не бьет вообще, а Некра бьют в два раза слабее, если не еще больше. То есть очень приятно драться, действительно. Другой совсем вопрос, что Волк может удариться в сплит и не будет драться с тобой. В принципе, как это и было от Испады, собственно. А я не знаю, замечал, не замечал, Джиггернаут, он как будто пропал тоже из пиков, почему его не берут? Или его берут? Изредка, но вообще такой себе, да. Симонов много появилось, противных Доминаторов все начали собирать. Джиггернаут очень сильный на трипл-линиях, то есть когда вот Джиггернаут плюс два героя, и стоят они либо против одного, либо против тоже троих. Джиггернаут за счет своей крутилки нет практически заклинаний в доте, который на первом уровне столько отнимает. Но когда речь идет про 2-2, там он уже не так хорош, потому что им просто не хватает урона, чтобы убить. Вот когда на трипле хватает урона, просто в кого-нибудь дали стан, плюс крутилка и еще что-то докинул еще один герой. Заморозочка какая-нибудь там. Ну там что-нибудь такое, да. Заморозочка, замедление какая-нибудь, любая фигня залетела и все. А 2-2 уже так не работает, просто дэмэджа не хватает, герой там, не знаю, под этой крутилкой делает ТП, например, и все. Какой сейчас Кэрри-то самый такой востребованный? Я что-то вот не понимаю, они вроде как все. Свен, они вроде как тоже сложно, его можно контрить. Лайкон востребованный Кэрри. Ну, Лайкон, Лансер, Луна, Гирокоптер сейчас вот эти популярные. То есть пушеры в основном, ну, в смысле, Лайкон, Пушер, Лансер, Пушер. Те, которые дэмэдж... Гирокоптер, да. Либо дэмэдж по Товрам делают быстрее, чтобы сплитить хорошо, либо те, которые линия доминируют. Потому что сейчас, ну, ты будешь стоять на Лайконинг, тебе придет Андерлорд 800 хп на первом уровне и Нага Сирена, там, сколько, 600 хп. И вот ты привел в пример этого Джиггернаута. Ну, реально, да, сейчас все даблами еще стоят, он просто там не сможет стоять. Ну да. Он начнет крутиться, ему просто с рук разобьются лицо и все. Да, поэтому стараются брать либо, чтобы задоминировать линию и по этому поводу выиграть, либо вот типа Лайкон на Лайкон. Линию не доминирует, но зато у него есть и другие бонусы. Он может потерпеть на линии за счет пассивки. То есть, если что, его там можно одного оставить, когда-то отойти от него, и он будет более-менее как-то жить. А еще лучше его бонус в том, что если совсем как-то все плохо, он просто может в лес уйти. И прям очень рано, буквально на третьем, там, четвертом уровне, он уже спокойный лес фармит за счет пассивки. И все. Я заметил, в пабах еще берут... И халява. Как ее? Траксу. Она очень сейчас вроде как сильная. Ну, в пабах, да, тут нет. Тут нет? Не особо. Ну, тут слишком сложно. Тракса — это просто вата герой. Она стоит на линии, ей разбивают щи все. Как же я долго турбо проходил на Траксе. Это просто нереально. Она просто ничего не делает, кроме того, как бьет с руки. Ну, а ФК-ши, да. Вот гирокоптер появляется как раз-таки, потому что он модный, молодежный. Хороший герой против Волка, но так себе герой против Клока, на самом деле. Потому что Клокверк покупает Блэйд Мэйл, и у гирокоптера как же неприятно. Он просто впивается в него. Гирокоптер включает, не знаю, бараш, начинает бить флэками, и все это залетает в этот Блэйд Мэйл. И больно становится. Ну, да, неприятно. То есть там нужен какой-то сатаник. Когда вот есть такой Клок, тебе на 10-м левеле придется брать не на урон, а на 200 хп. Там плюс 15 к урону или 200 хп. Вот тебе 200 хп придется брать. А тебе все-таки урон просится, наклевывается. Ну, вообще тут как-то против гирокоптера здесь нужна фаза БКБ. У него такая будет игра. Не сказать, что очень сладкая, потому что на самом деле гирокоптера здесь Клокверк чуть ли не один может убить. Ну, а с петухом как бы это всегда смерть. Нужно БКБ. Вроде как, конечно, можно попробовать решить вопрос с пикой, но... Не, нужно БКБ. Пик очень дорогая. Сколько? 4600? Ну, форстафом я имею в виду хотя бы. Но как бы форстаф покупать на кэре, тратить 2,5 тысячи денег просто... Все равно хочется пику, потом достобрать. Хочется пику, а это все уже стоит как БКБ. Проще сразу БКБ. Ох уж тебе пики. А пэшку почему не берут? Любитель тэпик. Иногда берут. Берут? Иногда берут. Ну, когда заходят. Ну, как бы, то есть, все-таки ситуативно. 100, все время забываем. 115 героев, по-моему, сейчас в доте или сколько там? Недавно как раз в этих квалификациях команда вот эта АФК лез 20 минус. Там вот они брали пашку в каждой игре. Почти, практически. Просто я заметил, что как бы вот от мета к мету меняется, как бы, ну, там, не знаю, берут всего 20, там, ну, максимум 30 героев, которые постоянно мелькают. Постоянно мелькают, там, Лешрак у нас. На то оно и мета, что меняется постоянно. Ну, да. Ну, в теории можно сейчас взять любого героя. Просто сейчас очень важен... Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Интересненько. Очень важен сейчас аспект линий. То есть, кто выиграл линию, частенько выигрывает игру. И стараются брать героев, которые, ну, все то, что мы обсуждали, либо очень сильные, либо могут уйти в лес, либо имеют большую регенерацию. И если Вальва хотят это как-то изменить, то нужно довольно кардинально многое менять. Я к тому, что мета, она, типа, они же пытаются сделать баланс, насколько я знаю, да? Пытаются. Айс, лягушка пытается сделать баланс. И что-то как-то баланс все время у них на каких-то определенных героев падает. То есть, типа, в один, там, Войт убивает все, потом он никого не убивает, потом он начинает играть, ну, типа, средне, нормально. Ну, то есть, как-то странно. Они балансируют, но при этом всегда появляется тот, кто будет уничтожать все. Невозможно, потому что... Рики сейчас очень жесткие, очень жесткие. Ты представляешь этот алгоритм с этими героями скиллами? Ну да, я понимаю, я понимаю. Еще плюс 800 талантов? Я понимаю, да, я понимаю. Как бы сделают баланс, зато все это нереально. Они как будто сами усложняют, добавляя новые предметы и так далее, и тому подобное. Ну, так интереснее, так веселее. Ну, а какой смысл, представь себе, вот была такая игра, ну, в смысле, есть, StarCraft первый. Ну да. Который считается, что в нем идеальный баланс. Прям идеальный, идеальный, хотя, по-моему, зерге все равно слишком сильный, если умеешь играть. Я не играл. Ну, не суть, считается, что, ну, по крайней мере, самый близкий к идеалу. Ну, в плане баланса. Ну, там три стороны, ну, и ладно, и он надоел всем, по большому счету. Ну да, потому что он слишком балансный. Не вполне интересно, когда просто вот все, ну, шахматы, классная игра, безусловно, но такая ли она зрелищная? Я понимаю, да. Баланс хороший в ней. Ну, я к тому, что, например, вот та же CS, там как бы баланс только от рук твоих зависит. Ну, профессионалы могут и поспорить с тобой, что там постоянно же тоже что-то фиксит. Ну, дэмэдж здоровый. Ну, да, тут я могу поспорить, у меня целые стримы по 30 минут, где я кричу и матерюсь. Но я просто к тому, что, имеется в виду, если убирать все вот эти вот мелочи с тикрейтами, там, с хитбоксами и так далее, по сути все зависит от рук. А здесь многое зависит как раз-таки не только от рук, но еще и вот от знания этих метод самых. То есть, когда выходит какой-то патч, да? Все смотрят мой обзор и все в курсе. Все смотрят, естественно, твой канал, естественно, все население страны Пакистана смотрит твой обзор. Да, Смайл так и стал. И именно поэтому он и стал чемпионом, да. Поэтому выигрывают буквально, не знаю, парочку персонажей. Мирану. Ну, да, но вот сейчас пройдет International, выпустят патч, все изменится. И все снова будут изобретать новые пики, вот это все. Не было бы профессионалов, которые делают это быстро. И помимо того, что делают это быстро, они еще и задают общее настроение. И люди просто начинают копировать. И если бы их не было, на самом деле была бы другая ситуация. Не создавалось бы этих нет. И играли бы всеми подряд. Но просто профессионалы довольно быстро находят для себя лучших героев, лучшие сочетания. Людям чем-то надо заниматься. Ну да, это старается состоянием. Постоянно что-то ищут, что-то скребут там, находят, поэтому... Куча багов, да? Баги, да, обузы. А в нашем комьюнити там баги это самое... Горячие блюда. Ну, по сути, Дэнги-то, наверное, стал одним из узнаваемых именно из-за хука. Из-за багов, конечно. Он по-другому не стал багов. Не, но тот хук, он как бы в историю вошел, это правда. Его даже Valve отметила там каким-то роликом и еще чем. Недавно был, да. Что-то по драфту. Очень пассивный пик у Испады в лице их героев и очень агрессивный у Винстрайка. Если у Испада не сможет продержаться вот эти первые 10-15 минут, то их просто будут давить и убивать по всей карте бегать. Ну, в принципе, это само стартап начнется, но им нужно как-то держаться здесь. Петух очень агрессивный вообще, очень-очень агрессивный. Да и Петух или Шрак, и все они грифы. И Ирана, да, за своей стрелой, да. Очень много всяких рассказов про кастов. И за волком нужно бегать по карте, чтобы он не сплетушил тебя. Поэтому вот этим пассивным пиком, не знаю, мне он не нравится вообще. ДК. ДК, не сказать, что стал более активным, да? У них очень мощный кулак, но им нужно раскачаться к этому. Да. Ну, тут да, тут всякое может случиться. То есть по логике вещей, конечно, если, например, представить себя в вакууме, что Андерлорд очень хороший старт имеет, купил быстрый Кримсон, быстрые грифсы, и они просто пошли, все ломают по ДК в форме, бла-бла-бла, круто. Но если представить наоборот, то, например, Волк купил быстрый Некра, и они просто под всем этим магическим прокастом своим пошли вперед. Возможно, будут проблемы, просто могут не дать тому же Герокоптеру ДК... Расформить. Выформить, да, свое. Но если заходить в глубокий куда-то лейт, если получится, то вообще все шансы есть, потому что, ну, ДК, Гирыч, Андерлорд, это все сильно. Ну, ДК там полкоманды просто убивает. Ну, да, ну и Гирыч на слотах там тоже убивает все. Ну что ж, друзья, вот мы и обсудили все, что должны были обсудить, проанализировали все, что должны были проанализировать, а теперь время дать слово комментирующим комментаторам. Спасибо, Иван, Дмитрий. Вы, я слышал... Иван похорошил. Да, Иван выглядит просто изумительно. Вот что делает с людьми гример хороший. Дмитрий, я слышал, вы говорили, что в этой паре Винстрайк являются явными фаворитами. Естественно. Может ли Эспада сдащить эту серию? Да. Вот я посмотрел на пики Эспады, и они очень круто пикают. У них в каждом пике сопротивлен баланс, и они понимают, когда они могут запушить за 25 минут, как это было с Team Spirit, и моменты, когда им нужно выйти в лейт. Да, на самом деле, конечно, Fly to Moon, они же Винстрайк очень-очень сильны, об этом мы говорили. Они проиграли только одну игру в самом-самом начале, но на самом деле после этого очень круто включились, показывают отличную доту, особенно в плей-офф. Но прокомментировав несколько игр Эспады, я увидел очень-очень здравые вещи. Отличный вардинг, хорошую командную игру. Ну, в общем, все по высшенному разряду. Сейчас у них такой пик, что они, во-первых, имеют сейф в виде Наги Сирены, они прекрасно ломают товара за счет Драгонайт и Джакира, они имеют блестящий лейт-гейм и супер-мощные комбинации благодаря Сну и Аспасу, ну и при этом их коры хороши, особенно если Герокоптер вынесет слоты. То есть пики и спады, вот почти идеальный баланс соблюден. То есть пол-дела сделано, в общем-то. Теперь посмотрим, как смогут сдержать агрессию, потому что агрессия, ну, просто нереальная. Винстрайк была в первой сегодняшней игре. Сегодня младший брат натерпелся от старшего. Дабл Дименшн были выбиты без каких-либо шансов. И вообще как-то слишком быстрые игры некоторые. Младший брат натерпелся от старшего? Айсберг младший. Айсберг младший? Да, Айсберг младший. Серьезно? Да. Вот это поворот. То есть это разрыв шаблонов? Старший брат натерпелся от младшего. Вот это да. Слушай, ну это надо еще будет дополнительно, конечно, проверить. Но вообще занятно. Так, давай посмотрим за баунти-рунами. Три баунти-руны забирают винстрайк. Начинается драка. Стан в лешрака Миша. Миша отдает ферсблат. И Олвис Ванфлай его забирает. БЗЗ. Отступает. Полетела стрела. Залетает в нагу. Винстрайк. Забирают четвертую баунти-руну. 5 секунд. Нага, конечно, прочная. Но подходят очень многих героев соперника. Флай битый. Флай дает стан. Нага уворачивается. Иммершн. Флай догорает. Да, Флай удается забрать. Один в один размен. Сайлант остается на лоу-хп. Сайлант рептает. Миша. Дуал-бресс. Замедление. Пытается бодиплочить волками. Иммершн застревает. Сайлант выживает. Вот что творится. Замес. Лютейший замес с самого начала. В итоге баунти-руны в Флай ту мун отжали. Вот вместе с Олвес Вануфлаем. И у Нарс Харди то ли дабла, то ли трепла. Слишком много героев на этой линии. Вот если посмотреть, да. А, Нага пытается умереть в лесу. Да, ну на самом деле она сейчас будет очень долго респауниться. И долго умирает. Возможно имело смысл. Ну, на самом деле, ладно. Тут не так много времени бы она выиграла, если бы дошла пешком. В общем, обузит. Обузит механику. Давайте посмотрим на другие линии быстренько, потому что, понятно, эта линия самая опасная. ДК против Мираны. На мой взгляд, у Никса здесь отличные шансы. Все-таки очень-очень прочный герой. У Мираны недостаточно бюрста, чтобы его забирать. И на верхней линии Герокоптер стоит один против двоих. И ЛТВ против Нонграты и Фира, как я понимаю. Ну, у Герокоптера тяжко из-за того, что на эту линию Скоро Смак пришел много раньше. Следовательно, Клоквер получает хорошее преимущество. А вот у Герокоптера на этой линии уже имеются довольно-таки большие проблемы. И эти проблемы нужно решать в срочном порядке. Ну, Фир. Разминает Иммершина. Да, Нага очень прочная. У нее много брони, но при этом у нее очень-очень большие проблемы с КП. Не самый сильный помощник против Клокверка. Вот он стоит, дает Коги раз. Маны нет. Коги два, маны нет. На третьих Когах у Наги мана заканчивается. При этом у Клокверка Коги дешевые. Они очень-очень дешевые. Они там стоят 80 маны. Как правило, с двумя Манга Кога хватает. Хватает. Вот, соответственно, Герокоптер на самом деле очень тяжкий. Возможно, Джакире стоит перетянуться уже на легкую, чтобы у Герокоптера вообще совсем было все очень-очень хорошо, потому что он добил три крипа. Три крипа — это мало. Да, это вообще не для керри. Хотя Герокоптер, конечно, такой керри, который может нагнать потом на стаках с помощью флагкэнона. Но Клокверк очень хорошо сноуболится. Если он получает быстрый уровень, если у него будет быстро шестой, то он просто бегает и в Солянова забирает Герокоптера, ну, как вот сейчас. Они вместе со Скайросмагом ему просто не оставляют из шансов, и у него нет эскейпа. Без вариантов. А Нага не может помочь, она подойдет, и все, она подойдет. Она будет тоже получать урон от батарейки. После того, как умирает Герокоптер, так же умирает и Нага. И, соответственно, миличный саппорт против Клокверка делает очень мало. Да, и вот опять он только прилетел, уже сразу попадает на Коги. У иммершина мало маны, но он Грата продолжает впитывать. Так он сейчас с маны. Клокверк шикарен. На этой линии он отрабатывает на все 100. Да, делают ставку на то, что задоминирует нижнюю линию. Но на нижней линии... Все хорошо у Лекантропа. Все хорошо у Лекантропа. И мы знаем, что если не напрячь Лекантропа в самом начале, то он берет Феррол Импульс, и у него становится все великолепно. В один момент его можно вообще оставить одного. Он там стоит в 1x1 с пассивочкой второго или третьего уровня. И, соответственно, если до этого момента ничего не сделали, то потом будет уже поздно. Причем, не знаю, настолько ли здесь необходим Джекки Рост для того, чтобы Андерлорд мог стоять. Мне кажется, Андерлорд потерпит и против двоих. Мне кажется, он и так стоит против Лекантропа один на один. И, как мы видим, они вроде бы стоят два в два, но Лекантроп выносит намного больше. Да, очень много у Клокверка. Из приятных, более-менее приятных новостей, конечно, в миде у ДК все в порядке. И чуть-чуть он даже обгоняет Мирану. Ну, это ДК, да. Это классический милищник. У него топорик, у него МБВ пассивка, у него Брайсфайр. Ну и тут Мираной многого не сделаешь. Тут как бы ДК добивает всех репутатов. Но она себя еще покажет в тимфайтах. Потом, потом. Онлайт шадоу. Скачается, да, возьмет боттл, забьет какую-нибудь шальную руну, сбегает либо вниз, либо вверх и вернется еще право. Сверху гирокоптер. Это шанс немножечко камбэкнуть на линии. Они забирают Скаймага, ну, хоть что-то. Хорошо, Скай ошибся. А вот и Мирана. На хосте. Преследует Нагу Сирену. Нага ловит в сетку. Мана нет. Фраг. И вернется на вид. И очень мало времени тратит, потому что все это делается на хосте. Да, отличная игра от Айсберга. Ну, в общем-то, пока что терпят. И если вспоминать сегодняшние игры Fly to Moon против Винстрайк, против Double Dimension, то там с самого начала игры Винстрайк доминировали, захватывали преимущества буквально несколько тысяч на десятой минуте и дальше сноуболили. Обе игры. Посмотрим, как будет здесь. Что-то Айсберг, по-моему, загулялся немножечко. Ну, да, он как сапог ему нужен вот для таких перемещений. Как бы второй в Рейсбенд это хорошо, но вот без сапога он слишком медленный. Ждет Шрайн, плюс сейчас баунти-руны появятся. Смотрим, это довольно важная дуэль. Верхнюю руну забирает Нонграта, снизу Миша, БЗЗ. 2-2. 2-2 и поровну разобрали. Сейчас еще одну Айсберг подберет. Пока Айсберга нет, на центральную линию приходит Лешрак, которому важен уровень, который его здесь заберет. Ну, а Ликантроп вообще в соло стоит против двоих, а пока у него все нормально. Да, вообще не парится абсолютно. Абсолютно можно уходить отсюда в Лешраку, что он и сделал. Можно делать какие-то отводы. В общем, у Ликантропа все замечательно. Еще этот билд через Доминатор, который еще дает дополнительный реген. Короче, шикарно. Да, и при этом, если у него начнутся проблемы, то он всегда может уйти в лес вместе со своими самонами. Соответственно, у него снизу пока полный порядок. В миде я не думаю, что Лешрак с Мираной прямо возьмет. Стрела, а может быть и убьет, но не хватает. Нет, 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 он еще развернется, там плюнет им в лес, у него имеются стики. Да, ну то есть тут он даже на развороте еще под раз успевает. В этом плане он схож с Ликантропом. Даже, может быть, где-то поярче смотрится. Да, ДК великолепно впитывает. Видно по Нетворсам, что Гирокоптер и Андерлорд просели. Все в порядке только лишь у Драгон Найта. И нужно как-то камбэкать. Нужно как-то возвращаться в игру. Но я так понимаю, теперь только на шестом уровне АЛТВ. Похоже на то. Вот сейчас самое интересное сверху. Вот я думаю, самое интересное происходит сверху, потому что Клакверк уже как бы при уровне. Он очень скоро возьмет пятый. И если он сможет добраться либо до Наги, либо до Гирокоптера, он убивает. Вот, например, сейчас. Добрался до Наги. Рип мешает, но успеет. Ракета. Коги. Срезают Коги. Очень много урона получает сейчас Нонграда. Получает сетку. Нету маны у АЛТВ, и он отступает. Да, и в итоге отличный размен. Клакверк как бы битый, да, с одной стороны. Но он просто отойдет. Скайра смог флова поставить на линии. А у Эдспады два героя вынуждены отходить, и по итогу они просто убежали. Так, ну, в миде... Ну, в миде, знаешь, как это... Ковыряют его ложкой. И как это... Да. Деревянная ложка пытается его убить. Без шансов пока. Но, опять же, до поры до времени. Придет Лишракс. Пульс новый на шестом уровне, и можно будет забирать. Кстати, Лекан проседает довольно серьезно. Все-таки Фаершторм дамажит тоже очень-очень больно. Ну, реген какой же у него реген. Ну, он сейчас быстро отрегенится. Да, его пассивочка, еще и кольцо взял. Ну, тут все идеально. Тут если убивать, то Лишрака. Вот Лишрака убивать поприятнее. У него очень мало ХП, у него очень мало артефактов. Мирана выбивает второй Шрайн. Айсберг выпил все на карте, всю воду. И сейчас будут пытаться кого-то забрать. Это от Ликантропа заберут, как минимум, Джакира. Миша вряд ли уйдет. Да, Миша погибает. Последний выстрел, минус Миша. Попытка телепорта. Отличный стан от Флая. Стрела залетает в Вандерлорда. БЗЗ также отправляется в таверну. Айсберг тратит очень много ресурсов на роуминг. Но пока он делает вот такие фраги в большом количестве, это все окупается. С другой стороны, если мы посмотрим, вот он сделал два фрага, но его Нетворс немногим выше, чем у Драгон Найта. Да, но он молодец. Сейчас как бы с Драгон Найтом бодаться в миде не очень комфортно, а вот сбегать на любую другую линию и кого-то убить, это хорошо. Особенно для Мирана, у которой слишком высокая мобильность. Айсберг, ну, почти полностью реализовал своего героя, несмотря на не самый удачный старт. Отличная игра, сбивает регенерацию. Не попали станом. Никса тут пытаются поддушить. Но на данный момент, несмотря на то, что очень хорошо стоят практически все линии, не сказать, что огромное преимущество у Винстрайк. Все более-менее у Испады. Тем более, что сейчас под шестой уровень гирокоптера может быть выход, и могут забрать кого угодно. Да, то есть преимущество только в том, что у гирокоптера все плохо. Это вот как бы единственное преимущество. И, соответственно, пытаются сейчас нагло вместе с гирокоптером что-то сделать. Здесь хорошие Коги, здесь Плакверк стоит под выживкой, он еще выиграет немножечко времени, и на развороте попытался убить Нагу. И если бы был любой ТП, то здесь бы 100% умирал еще и один гирокоптер. Не хватило ультимейта гирокоптеру. Немножко поспешили, на мой взгляд. Сейчас нужно найти на Шрай. Ну, мана очень мало, если посмотреть, очень-очень мало мана еще. Ну, он в Коге постоянно бьется. Ему бы домой сбегать там что-то. Он стоит, ему все время мана не хватает. Да. Или он выпит? По-моему, он выпит. Он уже выпивался ими, да. Да, тогда идут домой. Причем самое обидное, что 6-го так и нет. Нападение на Драгон Найта. Хороший Пит оф Малес. Но Драгон Найту здесь будет очень тяжело уйти. О, Джекиросу, Джекиросу. Прошу прощения, да. Немного другой Дракон. ТХД. Как я мог перепутать ТХД? Непростительно. Фармят стаки. Да, две линии выиграны. У Ликан Тропа все идеально. Клокверк на сложной линии получает быстро 6-й уровень. И вот сейчас Клокверк убивает почти любого героя, даже Драгон Найта. Да, стрела залетает, очень много магического урона. ДК ничего не может с этим поделать. И Драгон Найт в таверне. Очень неприятный герой, потому что Драгон Найт как бы прочный. Но вот против магии у него, к сожалению, в начале защиты нет. Возможно, будет Куд оф Дефайнс какой-то. Тем временем подставляется Скайрос Мэйдж, но это легчайший для Гирокоптера и Наги. Да, никаких шансов нет. Ну, немного за него получили. Хотя любой фраг для ЛТВ сейчас очень-очень важен, так как у него печальная ситуация. Здесь уже доминатор Лекантропа потихоньку начинает передвигаться, фармить какие-то стаки, подпушивать. Забирают ДК и сейчас будут играть все более агрессивно, потому что Винстрайк это дело очень и очень любит. Лекантроп ультует, уже пошел забег на центральную линию. Конкасев, летит Джекерос, будет ли стрела? Стрелы нет, но отличный ультимейт от Скайрос Мэйджа. Никс все еще жив, нет, Никс погибает. Джекерос, следующий конвейер, настоящий конвейер от Испады. Андерлорд, Андерлорд тоже здесь, но смогут пробить, кажется, его еще буквально чуть-чуть остается. Волки идут за ним до конца, нога сирены перетягивается, Сайлант закончился ультимейт, Сайлант доедает Андерлорда волками. Остается Иммершн, сетка, рептает, еще пару ударов, Иммершну очень больно, Иммершн погибает, какой конвейер! Тот самый православный конвейер смерти, идеальная позиция для Флайт Умун, которые быстро забрали одного героя. Остальные герои подходили по одному и их просто забирали, и в данном случае Испада просто нафидела, причем жестко. Да, могли отдать одного Драгон Найта и не было бы никаких проблем. Ну, не такие большие. Смотрим, ульта Гирокоптера, No Moonlight Shadow, в этот момент Клокверк закрывает Джекироса, ставится сентри, должны добивать как минимум Мирану. Мирану добивают, но Джекирос также упал, Нонграта мана не остается, решают за ним не гнаться. Иммершн идет дальше, но немного опасно на самом деле. Да, в итоге ребята потратили очень много времени, перетянули в центр почти всей команды, здесь не хватает только Андерлорда. Вышку они потеряли, сделали всего лишь навсего один фраг на Миране и слишком много отдали. Ну, пока в очередной раз мы убеждаемся, что Flight to Moon на этом турнире просто тащат исполнение. Что не игра, они просто исполняют лучше, по всем параметрам. Так, Fly очень битый, но здесь Лекан с Доминатором. Да, и ничего не могут противопоставить вот этой агрессии. Хотя, если посмотреть в лейт, если туда все-таки доберутся из пада, то у них достойная комбинация и очень сильные герои. Но как же им тяжело будет отбиваться сейчас, когда пойдет Лекантроп с Доминатором, пойдут пушить ТВРА. Клокверк, которому пока что нету никакой защиты. Подпушивается центральная линия, Никс. Использует форму для этого. На следующей пачке крипов успевает любой герой сделать ТП. Там или Шрак набирает ману, и Скайросмак набирает ману. Не хотят добивать, хотят оставить, чтобы... Если один удар сделает... Там у двух героев есть ТП с Фонтана. Так, Fly летит. Стан не попадает. Герокоптер уже здесь. Четыре героя. Ну, возможно, лучше отдать. Никс получает хукшот. Ульта очень больно Никсу. Все вливается в него. Минус Драгон Найт. Лишрак заходит. Пульс снова. Как же много урона от Always One Fly. Герокоптер погибает. Следующий Миша в таверне. Эмершн. Эмершн выживает, но продолжается за ним погоня. Нет, все-таки Эмершн отпускают. Да, шикарный прием от Твинстрайк. Да, причем все было идеально по таймингам. Скайросмак и Лишрак как бы не торопились делать ТП. Они не стояли на Фонтане. Они спокойно набирали ману. Они понимали, что можно не торопиться. Можно подбайтить, пока Эспада зайдет поглубже. Подойдет всей командой. Ну и очевидно, что сейчас, имея 6000 голды преимущества, в Плайту Мун просто сильнее. БЗЗ нету Дарк Рифта. Есть Пит оф Малес. Останавливает Ликана. А Сайленту не нужно рисковать. Просто аккуратно подпушить. А он просто может забежать. Как бы тут три героя. Он забрал вышку и убежал. Теперь забрать вышку сверху. Раз уж два героя у Эспада сделали ТП. Вот они потихонечку двигаются. Дмитрий, представим, что ты оказался в команде Эспада. Что нужно делать? Нужно нажать на сон и кинуть айспас. Комбинация через сон. Желательно хоть раз. Пока нет БКБ. Монлайн шаду. Видят Лешего. Леший подставляется. Забыл про центрифлай. Это минус суппорт. Да, должен был знать, что здесь стоит центрифлай. В прошлый раз убивали Мирану. Если сейчас в Light of Moon пойдут пушить, то желательно нажать на смок, найти этот пуш, выйти за спину, положить Айспас подвоим и дать раскаст. Пока нет артефактов у Мирана и Ликантропа. Достаточно будет выиграть одну драку, это будет камбэк полноценный. Вот они вроде идут, только правда без смока. И вот без смока это... По вардам. Это не то, да. Это совсем не то, что я бы сделал. Да, вот сейчас показывает как раз обзор иммершина. Иммершин вард не видит. Варда очень хорошая. А вард его видит. Правда, здесь тоже ответные варды, которые также все контролируют. И такое у нас получается стояние. Да, ну в Light of Moon все уже сделали на этой линии. Соответственно, они могут ухайдить либо на центр, либо вниз. То есть темп у них бешеный. Они очень хорошо фармят. Ликантроп очень скоро вынесет Некро 3. Ну и у Мирана имеются молнии. Мирана с молниями будет фармить намного быстрее, чем Драгон Найт. Которого там очень мало. Очень-очень мало. Тут вопрос не только в скорости фарма, а еще и в контроле карты. Я так понимаю, что Wind Strike, они же Fly to Moon сейчас тотально захватят карту. Либо попробуют это сделать. Так, Баунти, Руна, Emission, Айсберг. Ноу Фир, получается пока 3-1. Так, нападение. Кого подцепили? Подцепили Клокверка. Он очень прочный, но хватает урона. Следующий. Always One of Fly включает пульс снова, чтобы раздать максимум урона. Отличный стан от Fly! Сразу погибают два героя. ДК теряет половину ХП. Fly все еще жив. Айсбасс очень кривой. Ликан с дабл дэмэджем. Ликантроп, Дарк Рифт. Попытаются спасти Никса. Никс прожимает стики. Никс. Еще несколько секунд. Никс оказывается на фонтане вместе с БЗЗ. Как же сыграл Fly? Как же затащил Лишрак. Максимально круто сыграли Fly to Moon. Несмотря на то, что они слишком рано потеряли Клокверка. И мы понимаем, насколько же Fly to Moon сейчас сильный. 3 500 урона от саппорта в пятой позиции. Насколько же сейчас Fly to Moon сильный. Ну, пока у Драгонайта не появится Блэкинг Бара, ему будет тяжко. То есть ему желательно где-то пойти и быстренько нафармить. Причем то же самое касается Гирокоптера. Если Гирокоптер не нафармит Блэкинг Бар, то он банально не имеет права убивать Некро 3 в замесе. Там как бы Некрач взрывается, Гирокоптер получает 800 урона и почти отъезжает. Плюс еще Лишрак горит, который она носит. Вот смотри, у него сейчас 1064. Да, у него мало. Можно навести на Ликантропа, если мне не изменяет память. Там Некро 3, вот сейчас Некрач носит 800 урона. Навести на Некробук. 800 урона. Прикинь, это только одна-вторая сам у нас книжки, а там еще Волки, там еще Крип с Доминатора, там еще Бьют Ликантроп. И Гирокоптер, если будет биться с одним Крипом, то он уже почти убирает. Я хочу подчеркнуть деталь такую. Ну, знаешь, может будет, а может и не будет. Если на Гирокоптера при этом повесят Сайланс, он убьет Некрача. Этот урон же магический. Он в свое время был чистым. Его переделали в магию. То он получит дополнительный урон из-за Эншин Сила. И его просто разорвет с одного Некра. А это ситуация, это как бы уже ситуация ненормальная, когда у тебя кэри может погибнуть не потому, что его будут бить, а потому, что он будет бить. Да, потому что он бьет. Ну и поэтому вот Гирокоптер против Ликантропу уязвим за счет того, что некоторые Ликантропы при хорошем старте собирают ранние третьи Некра. Они начинают нападать на вышки. И вот именно в этот момент Гирокоптер самый уязвимый. Самый уязвимый из всех. Да, если мы посмотрим в Лейт, где у Гирокоптера есть Сатаник, где у него Рапира, то, конечно, он убивает всех саммонов, получает за них деньги. Он не чувствует... Ну, вернее, он чувствует Ликантропа. У него есть Блокинг Барк хотя бы. Он убивает Некрача и не получает 800 урона в лицо. Но конкретно сейчас все очень-очень страшно. Он бука. Он просто бука для Флайт Мон. Готовая винстрайк. Поехали. Ну что, неужели очередная однокалиточная в исполнении фаворит? Какие разные команды прошли у нас напрямую в эти закрытые квалы? Одна проиграла 0-7. Ну, 0-6, а последнюю игры не сыграла. А вторая проиграла только одну карту и просто за 20 минут выносит. Вот насколько все-таки разная судьба их постигла. Ну что ж... Даже не знаешь, что добавить. Да, ничего не нужно добавлять. Это просто, знаешь, мысли к размышлению. Как бы минуты молчания можно сделать. Ноганграта. Прожимают смоки. No fear. Always wanna fly. Идут втроем. Втроем эти три парня убивают любого персонажа соперника. Без особых проблем. Причем очень быстро. Еще успевают и отойти. Видят БЗЗ. БЗЗ, наверное, не самый. А вот ЛТВ можно. Здорово. Ооо, как же больно ему. Бах! Просто в секу. Был кэрри и нету кэрри. Да, ему нужно Блокинг Бар собирать. Вот мне интересно, что он вообще планирует. Да, Блокинг Бар. Как бы некоторые герои, которые любят собирать, например, себе Аганима или что-нибудь еще, чтобы чуть быстрее убивать крипов. Но тут очевидно, что без Блокинг Бара он просто не живет. БЗЗ. Пит оф Малис под себя и спас. Ну, тут просто потянуть время. Фаерсторм, конечно, вкастован вообще не туда. Нагу нашли. Ой, неужели сейчас будет драка? Гирокоптер еще пять секунд будет в таверне. Телепортируется Драгон Найт. Все не по таймингу. Но попытаются что-то сделать с Ликантропом. Драгон Найт активирует форму. Ликан получает стан. Фаерсторм. Много урона в Ликана. Форма заканчивается. Сетка. Клокверк пытается спасти своего кэри. Подходит. Андерлорд. Драгон Найт очень больно. По дэншн силам. Еще один пит оф Малис. Айс пас. Ликан все еще жив. Нет. Саун погибает. Гирокоптер врывается в эту драку. Минус два. Останавливают также Лешака. У него нет маны. Он просто мягкая булка для оппонента. И это минус три. Мирана, 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 Мирана. Мирана. У нас есть в бинго момент, где Дима поет какую-то непонятную мелодию? Надо было завести обязательно. Во-первых, не было Мирана. И даже несмотря на то, что тайминги у Испады были не самые лучшие, все-таки врываться вот под эту вышку очень-очень неудобно. Оттуда тяжело отступить. Ликан без формы. Жил очень долго, но просто не смог выйти. В итоге преимущество отыграть не получилось, но хотя бы не дали его развитие. Получили еще самое главное, немножко времени на фарм. Гирокоптер приблизился к Блэкинг Бар. Вот уже у него есть Огр Клаб и 400 монет сверху. Да, и вот представь, насколько сейчас сильны Flight to Moon, что они, сражаясь между Т2 и между Т3 в не самые выгодные позиции, умудрились забрать Драгонайт, и все это они делали без Мираны. То есть на самом деле, ну, как-то надо завязывать вот с тем, что там они бегают и распыляют свое преимущество, потому что они сейчас просто забирают Рошана, потом еще разок нажимают на них Т3 и могут спокойно сносить Т3. Им сейчас мало что мешает. Нету сна Наги, поэтому заходят на Рошану, ничего не боятся. Я уже говорил об этом в эфире, но ведь это был тот самый матч, когда ты пытался, там, придумать какие-то факты, почему Испада может победить Винстрайк. И один из фактов был, Бадян включит до конца гейминг и пойдет под Фонтан. Ну, сейчас он просто включил Чилл Гейминг, он просто на другом конце. Его команда зато включила. Так, Погоня за БЗЗ. Не дошел до конца Нанграда. Если бы дошел, получил бы приз, но не дошел. Хотя бы развел на ультимейт, как минимум. Может быть, даже смог убить. Кто знает. Мунлайт Шадоу, Лекан. Не самый лучший крип, наверное, но неплохой. Находит Гирокоптера и спас. Гирокоптер уходит. Сетка в Мирану. Но Эмершину нужно отсюда улепетывать. К краешкам стана попадают по нему. И он уже никуда не уйдет. Последний выстрел. Айсберг забирает фраг. Минус Нага Сирена. Да, и вот теперь аккуратненько, культурненько, с душой, на расслабоне. Подходим к Т2. Забираем мало что смогут сделать здесь из Пада, учитывая, что у них слишком мало артефактов. И после этого перемещаемся аккуратненько в центр. И забираем очередной Т2. Блэдмейл на Клокверке. Еще один артефакт, который... Гирокоптер может вешаться. На его месте очень опасно кидать свой ультимейт. Вот там, не дай бог, ни Крача убьешь, не дай бог, в Клокверка попадешь. БКБ у Мирана. Ну это легкий шанс на самом деле. БКБ на Миране, что она включит БКБ, останется одна. Но здесь нужно все абсолютно идеально сделать из Пада, дождаться еще и какой-то ошибки. В общем, очень-очень непростая игра их ждет. Баунтируны там были забраны на 20-й минуте. Ну, можно даже, в принципе, не пытаться понять, кто их забрал, потому что вся команда из Пада стояла у себя на базе. И Винстрайк забрали все, кроме одной, которую сейчас вот должны подобрать. Да, Айсберг. Они за ней выехали, всей командой. Все за баунти? Ну нет, я думаю, они ищут, например, вот этого парня. Так-так-так-так-так, видят катапульту. Ну, я бы сказал, что они опоздали, потому что вот такие вылазки нужно делать на 20-й минуте, на 25-й, на 30-й, когда все идут подбирать баунтируны. Сейчас они как бы пришли, но баунтируны уже забрали. И в итоге они побегали, 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 нашли Лешрака, но... Не то, конечно. Да, это не то. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Хоть кого-то нашли. Главное теперь никого не потерять на отступлении, потому что Нонграта дает хоккшот. Попадает в Гирокоптер, и Гирокоптер очень больно. Тут же Сон. Гирыч успевает отойти. Ой-ой, надо бежать, надо бежать. Здесь уже ракета залетает ЛТВ в таверне. Кентауру успевает дать стан. Это минус 2. Надо было отходить с Эндерлордом и его Дарк Рифтом. Это был единственный шанс. Вообще, оптимально все, просто сразу делать ТП-аут, пока противник не заметил. И еще и Джекироса где-то тут подбирает. Просто в Салат Гейминг, просто в одну калитку, просто Флайт Умун намного, намного сильнее, чем Эспада. Да, причем, так вот, вспоминая, как бы проходил второй полуфинал, то есть Эспада, Темспирит довольно равные команды. Точно так же, то есть просто вот... Ну, ладно, не про ту, я про другое. Да, ты про первую. Да, про первый финал было то же самое. Один в один, Флайт Умуну исполняли. Правда, сейчас они немножечко заигрывают. Опять фит пошел. Потому что формат у Лекантропа отсутствует. И как бы без формы он не очень полезен. И как бы там одна вышка стоит, вторая вышка стоит. И драться не очень приятно. Но, с другой стороны, сверху Боди ломает. То есть тоже не сломалось, на самом деле. Могли гораздо лучше. БКБ прожимает. Ну, вот перестать вот это делать, просто в пятером зайти, они сломают вышку и всех убьют. Разок вот так вот сделать. Изи. По-моему, это уже лихачество такое. Они настолько чувствуют в себе много сил и уверенности. Я напомню, что последняя карта группового этапа, где немотивированные Винстрайк, которые уже были в плей-офф, играли с Гамбит Гейминг, которым очень нужно было проходить в этот плей-офф, Винстрайк играли с Пуджом. И это был вынос. И они просто вынесли. Да. И как бы на самом деле, Флайт Умун сейчас могут закинуть еще один раз, потом еще один раз, и потом еще один раз. И, в общем-то, у них еще довольно-таки большой запас по закидыванию. Они могут закидывать много. Но для уверенности неплохо было бы сломать Шрайны и хотя бы один Барак. И уже можно закидывать по полной. Для уверенности можно уже закончить. Потому что Гира вот бегает, вот он по-прежнему старается собрать, у него по-прежнему нету Блокинг Бара. И пока Блокинг Бара не будет, он все еще сладкая цель. Вот когда будет Блокинг Бар, все резко изменится. Вообще все. Рассказ Мираны мало что будет делать. Блэдмейл Гирокоптер уже будет не так опасен. Некротриликонтропа его не будет дамажить взрывом. Да, прошу прощения, Блэдмейл Клокверка. И следовательно, вот до этого момента Гирокоптер вообще ничего не может. Он просто входящий крип. До момента, когда появится Блокинг Бар, осталось совсем немного. Буквально несколько патчек крипов отделяет. Пара минут отделяет Гирыча. И Аегис заканчивается прямо сейчас у Мираны. Поэтому тайминги в принципе неплохие. 300 монет остается Гирокоптеру. Выфармливают жадно, забирают Шрайны. Не торопятся Венстрайк, понимая, что спешить в доте не следует. Как бы нужно делать все быстро, но не спешить. Это очень важно. Аегиса тоже не будет. Да, Аегиса нет, все, он закончился. Снизу подпушивается Вышка, укрепляют свои строения. Сейчас Дарк Рифтиск кассует Андерлорд. Ну, Вышка упадет. Тут Next Level. Слушай, просто Next Level. Так, ну а здесь Тир-3. Нападение на кого? На Лешака очень больно Лешему. Леший погибает. Пошел ультимейт в пит Лорда. А Андерлорд очень много урона получает. В итоге Андерлорд, нет, он все еще жив. Лешака удалось забрать. Андерлорд погибает. Гирокоптер также очень битый. Нонграта погибает. Драгон Найт, как же много урона от ДК. И нужно уходить отсюда. Айсберг тратит два липа. Сетка в Skyros Major. Какой-то фит случился, но Сайлент. Сайлент ломает нижнюю линию. Айсберг уходит отсюда. Домой нет, его останавливают. Он использует лип для того, чтобы не попасть под айспас. Пытается просто убежать. В этот момент No Fear. No Fear погибает. Исон пытается дотянуться до Мираны. Не дотягивается буквально чуть-чуть. Не хватает. И Айсберг должен уходить. Потеряли нижнюю сторону. При этом стан. Стана Драгон Найта. Сайлент очень не хочется терять. Но Сайлент может вызвать Некров. Попробовать сгрызть хотя бы гирокоптера. Да, он вызывает Некров. Но еще одна ракета. И Сайлент. БКБ бежать. БКБшечка от ЛТВ. Он просто пытается скрыться. Сайлент. Он не догорит. Мажет дыханием Никс. Немножечко поспешил. Поспешил. И Сайлент выживает. Это был важнейший фраг. Убить сейчас Ликантропа стоило очень-очень дорогого. Но в итоге сейчас как бы самому Драгон Найту здесь не подставится. Никс понимает, что у него нету БКБ. Вся команда здесь. В меньшинстве Винстрайк. Нужно отходить. Своем не потянут. Ну, интрига все еще жива. Гирокоптер все-таки нафармил свой Блэк Кинг Бар. И как все изменилось с БКБшками ДК и Гира. Смогли принять Драку. То есть они уже хотя бы могут драться. Пайп. Они хотя бы могут разменяться. Мунлайт Шадоу. Клохверк. Ультует в Нагу Сирену. У Нага Сирена погибнет. Очень быстро. Ликан видит Гирокоптера. БКБ нету. И Гирокоптеру нужно бежать. Он кастует свой ультимейт. Но Ликана не замедлить. Айс пасс. ЛТВ живет. Макропиро. ЛТВ прячется в лесах. Ликан идет за ним. ЛТВ пытается мансовать ракета. Видно ЛТВ. И ЛТВ погибает. БКБ не было. Джекерос отправляется вслед за ним в таверну. В этот момент андерлорд просто сплитит. Понимаешь, что... Андерлорд нащили просто. Даже не обращает внимания на происходящее. А что он мог сделать там? А? Что он там мог сделать? Увести каута. Пожалуй, только это. На ультимейте. Только это, да. Спасти кого-нибудь. Ну, битва за вторую сторону у нас ждет. Вот-вот. Я бы рекомендовал Винстрайк снести шрайн. Чтобы никто их не обошел в спину. На всякий случай. Да, это дополнительное золото к тому же. Я бы рекомендовал им почилить немножко. Взять Эйгис сыр и закончить. Надо уметь уверенно заканчивать. Потому что, как бы, с одной стороны, у Таниши сыграет против Эспады. Окей, они ее с большой вероятностью все равно выиграют. Но для уверенности и для экономии времени лучше выигрывать быстро. Всех. Всех, против кого играешь. Так, ну и вот он Гира. Гира еще нужно очень много. То есть БКБ, барабаны — это только начало. Ему еще нужно купить Аганим. Ему еще нужно купить один слот на урон. Он хочет молнии. Да, то есть ему нужно купить еще очень и очень много. А игра где-то вот закончится там в ближайшие 5 минут. Как раз вот заберут Рошана и зайдут. Попытаются закончить. Отбиться будет очень тяжело. Но шансы есть. Всегда можно поймать соперника на ошибке. Лишрак еще довольно-таки мягенький. Как мы видели. Да. Мирана уже... С Мираной тяжеловат. У нее была кинг-бар. Он мягенький, да удаленький. Если его не убить, то он нанесет слишком много урона. Поэтому это, возможно, цель номер один. Так как у него всего 1300 хп. Это немного. Брони у него 8. Тоже не так много. Его можно разложить. При этом, если он останется в живых, он постоянно кастует молнии, станы. Пуль снова. Мирана уходит на липе. Стрела пошла. Минус форма. Да, теперь без формы небоеспособно окажется. Испада. Ну и айсберг. Айсберг очень рискованно играет. Но во многом, конечно, мидеру так и нужно играть. Зачастую. Это еще, помимо минус формы, это еще был минус смог, насколько я понимаю. Окружают винстрайк своих оппонентов. Андерлорд выходит из смока. Сверху ищут кого-то. Находят троих. Даркрифт. Полетели. Ну, не получится забрать. Вряд ли получится. Хотя, Джеки Рост был близок. Хукшот. Попадает в Драгон Найта. У Драгон Найта есть Блэк Кинг Бар. Приходится его тратить. Сетка. В Клокверка. Клокверк активирует Блэйд Мэйл. Пошла ульта от Гирокоптера. Мирана врывается. Нажимает Блэк Кинг Бар. Гирокоптер. Весь урон идет в Клокверка. Нажимает Сон. Для того, чтобы разбираться с Мираной. Ну, как же много урона у Айсберга. Он один. Застрелил Гирокоптера. Засыпает. Отжимается Сон. Айсберг. Очень мало ХП. Айсберг погибает. Один в один размен. Есть Блэйбэк. Отличный стан от Флая. Погибает Андерлорд. Вслед за ним отправляется Никс. Еле живая Нага Сирена. Нага Сирена тоже окажется в таверне. Айспас. Живет. Нет. Минус. Миша на ЛОХП. Отступает. И Андерлорд. Флова Андерлорд после Блэйбэка. Последний. Я думаю, сейчас мы увидим надпись Good Game. Да. ЛТВ пишет две заветные буквы. 1-0 в пользу команды Винстрайк. Они же Flight to Moon. Да. В общем, без интриги. Слишком легко. Слишком хорошо играет Flight to Moon. И, честно говоря, я даже не знаю, что вообще придумать такого из пади, чтобы они смогли их победить. У меня ощущение, что им нужно просто попробовать запушить за 20 минут, как они это сделали против Team Spirit. То есть самим ответить агрессии на агрессию. Ну да. То есть если игра заходит в лейтгейм, если игра дотягивается, то просто Flight to Moon вывозят на классе. Спада для них не соперник в лейте. Да. Буквально стоит один момент чуть-чуть отвлечься, там, где-то выиграть драку, и тут же следует ответная драка. Вот мы видели, как забирается лишь рак после смока. Все неплохо. Неплохой фраг. Ну, не самый лучший. Но после этого фрага следует атака от Клокверка, минус два кор-героя, и твой смог выходит тебе в минус. Причем в огромной. Линии были выиграны с огромным преимуществом. Мидгейм был выигран, ну а дальше уже просто на классе, даже совершая огромные ошибки. Я бы сказал, непростительные ошибки, там, дайва под фонтаны, все равно винстрайк оказывается сильнее. Ну, я даже не знаю, что против этой команды. Вот я даже считаю, что как бы вот стоит сложный Джакир и Андерлорд, но они же ничего не сделали Ликантропу, он просто вышел с топовым Нетверсом, ну, на пару с Мираной, и у него все идеально. Он стоит, он фармит, как бы они там стоят, у него дела все равно идут хорошо, ну и можно по идее уйти, если два героя толком не оказывают давление на Ликантропа, потому что Гирокоптера убивали, Гирокоптера гоняли. Линия была неприятная, Скоросмак плюс Клокверк, и нужна была помощь, но этой помощи не оказали. Да, немножко более гибкими стоит быть, но против этой команды нужно включаться на все 100%, потому что, конечно, ну, здесь еще виден огромный потенциал у WinStrike, то есть они еще могут добавлять, добавлять и добавлять, и где этот потенциал закончится, мы сказать не можем, потому что, напомню, эта команда совсем недавно на Эпицентре заняла третье место, выбив Virtus.pro, причем все было абсолютно по делу. Ну что ж, а более подробно об этой игре наши студии аналитики. Ну что ж, биткоины побеждают не только на рынке финансов, но еще и в Доте. Как и предполагалось ранее, они все-таки, видимо, победили спокойно, причем, по-моему, без особых проблем, команду Espada, да, насколько я правильно понимаю. Что можем сказать по этой игре? Ой, да все уже было сказано. Все уже было сказано? Все уже было сказано. Все, ребят, большое спасибо. До свидания. Студия аналитики. Идеально, Иван, наконец-то ты понял, как это делается. Тут, в общем, не, ну, собственно, действительно, мы об этом говорили, мы предсказали довольно неплохо развитие событий. Если мы говорили, игра, конечно, зайдет в лейт, и она начала немножко туда погружаться, одной, знаешь, пяточкой наступили команды. Вот этот момент сейчас я говорю. Да, вот этот момент, да. Он супер важный. Вот этот момент он очень повлиял, на самом деле, на игру. Это просто конвейер гейминг. Если ты тпешься, то тпешься уже всеми сразу. Ну, еще один герой тпешься, после него через две секунды только начинает второй герой тпешься, потом третий герой прилетает. Ну, это реально конвейер какой-то. Ну, так нельзя играть. Вот только Нага Сирена подбежала, и у тебя просто четыре героя у тебя собираются. Реально. Ну, то есть подарили, в общем, они. Конечно, но здесь, ну, нельзя было. Преимущество уже на 11-й минуте 6 тысяч. Ну, ни в коем случае нельзя было фидить. Ну, да, было 3 тысячи после этих фрагов, и вот вышку они тут еще заберут. Уже станет оно около 7 тысяч, наверное. Здесь вот и Мирану вроде разменивают, но... Ну, убивают, то есть Мирану, но все равно размениваются на Джекира. И клок уходит. Ну, в общем, как бы очень-очень агрессивный, сильный пик у биткоинов, у виндстрайка. И они как бы реализуют. То есть они постоянно дерутся, навязывают. А ребятки из-за спада, они такое ощущение, что не разобрались, что им просто нужно постараться, ну, с их пиком, сами напикали как бы, уже набрали, нужно что-то с этим делать, нужно просто было как-то засолить игру, что ли. Ну, то есть постараться по максимуму растянуть, не лезть в эти драки, сприт, пушить. И дожить до БКБ, какой станет. Да, здесь просто флайет великолепно. Супер круто. И дожить просто до БКБ на Геркоптере и Драгонайте в ситуации, когда ты не проигрываешь 1015. Собственно, они столько и проигрывают, ну, там, поменьше, но все равно очень много. Нужно было стараться, ну, где-то в нуле держать это преимущество. А для того, чтобы его держать так, ну, достаточно было просто не фидить хотя бы, откровенно, чем они занимались по половине игры. Ну, во-первых, Фитфест, во-вторых, ты сам мог выходить уже потом при получении своих, там, шестых левелов, там, на Драгонайте, на Геркоптере, да, когда он сильный, там, ну, что это, седьмой, допустим. Вот. Если что, если у тебя не получается смокганг, у тебя всегда есть план Б, это сон Наги Сирены. Если что-то пошло не так, ты сразу выжмешь, либо там телепортируешься через ульту Андерлорда, куда-то там по карте сразу разбредаешься, потому что, ну, телепорты в эту часть зоны, в эту зону идут, и ты сразу начинаешь всю карту фармить без страха какого-то, что тебя будут гангать, либо, ну, либо ганг хороший проводишь. Там, в принципе, будет видно, когда они все-таки доживут до этих БКБ, несмотря на то, что все уже суперплохо, ну, хоть как-то они драться уже могли, да, то есть, несмотря на то, что перефарм просто сумасшедший, хоть что-то начало получаться, но они настолько, как бы, плохо отыграли старт. Не знаю, вот Дима Лост, мне кажется, правильно высказался там в конце каста, что нужно из пади тоже брать героев боевых, агрессивных, на войну идти, ну, как они с Спирит победили, с Пугной, там, с таким пушем довольно агрессивным, вот что-то подобное, мне кажется, лучше получится, потому что, да, ну, объективно Винстрайк переигрывают их, просто лучше двигаются, лучше играют, лучше перемещаются. Ну, и чтобы победить тебе команду, которая лучше тебя почти во всех аспектах, тебе, ну, стоит, возможно, попробовать ее как раз-таки вот запушить, взять сильных героев и просто, как бы, выиграть линии, выиграть линии и попробовать рано закончить, тогда любой противник может под этим прессингом просесть. Ну, их же оружием. Ну, типа того, да. Но, опять же, вот в этой игре, если что, Пугна, Пугна куда-нибудь, был бы хороший очень пик, потому что Скаймак бы страдал, Лишак бы страдал, и вы бы сами могли бы, ну, в начале игры что-то пушить, навязывать, потому что Пугна все-таки очень сильный герой, там, сумасшедший нюк, очень быстро вышки падают. Хочешь, что, ну, как бы, была бы возможность, они так спирит выиграли две карты, почему бы, собственно, не воспользоваться и против Винстрайк. Но пока нет. Агрессивный пик, все зарешал, правильно сыграли ребята из битко... Ох ты, господи, биткоины валятся со всех сторон. Аккуратно, да, аккуратно. Да, волнуюсь. В общем, что я могу сказать, друзья мои? Интересная каточка, очевидно, сейчас будет следующая. И что вы думаете, все-таки и вторую катку они заберут? Ну, по такой игре, да, но, как бы, если так подумать... А, может быть, просто устали ребята из пады? Ну, могли немножко подустать, но это неоправдание, что ты такой устал. Нет, пока еще рано. Я устал. Встаешь, не играй. В натуле. Пока рано, пока рано вставать. Если так подумать, то спирит против эспада, первая игра, тоже спирит, выиграли ее очень легко, на самом деле. Не так легко, как здесь, конечно, Винстрайк, но тоже это было почти в одну калитку. Не сложно вообще. Простенько, да, так как-то, не знаю, эспада много не смогла противопоставить. А дальше что-то оп-оп-оп, хорошо линии отстояли, пугну взяли, пошли что-то там пушить. Бить, убивать и... Ну, может быть, проведут работу над ошибками и что-нибудь придумают, почему нет? Почему нет? Я думаю, нужно пользоваться своими наработками. Если уже что-то получилось один раз, то нужно не отходить. А сейчас они что делали? То есть просто от балды напихали? Сейчас проба пера была, это первая игра, и поэтому от нее можно отталкиваться. Но сильные команды так и делают. Подтираются, да? Бест оф три на то и есть, что у тебя, может, в первой карте не пойти, твои как раз вот эти заготовки, наработки не пошли, а в двух последующих картах ты как раз это исправляешься. Сейчас надо смотреть. Да, то есть, например, когда играется Best of 5 до трех побед между двумя очень сильными командами, ты там можешь видеть первую игру вообще просто вынос тела, во второй игре какая-то супердолгая возня, там победа уже другой команды, счет 1-1, и в каждой следующей игре происходит какая-то эволюция, новые герои попадают в бан, что-то новое пикается, ну, то есть такой майнгейм. Тут тоже, ну, то есть, возможно, из спада думали как. Так, ну вот, есть волк, они его не возьмут, а мы возьмем. Например, они возьмут ха-ха Найт Сталкера, а мы такие волка, а он такой крутой против Найт Сталкера, это наш сигнатурный волк. Нет, извините, вот волк берется на ФП. Теперь они это знают, что противник тоже может взять волка на ФП, значит, можно его там забанить, либо как-то так выстроить, чтобы все-таки они его не взяли. Либо чтобы они банили, если у них как раз First of 5 будет. Да, ну, то есть, сейчас пойдет уже какая-то какие-то майнгеймы, после первой игры станет понятно, стало понятно, из спады какие-то моменты о противнике, и вполне могут они что-то выправить, да. Получается, интереснее будет как раз-таки на второй катке и третьей, соответственно, если она будет. Не факт, конечно. Не факт, да. Может быть, будет очень неинтересно. Может быть, будет. Ты просто такой смотришь, знаешь, ну, блин, конечно, я и смотрю, тут фигню какую-то. Но думаю, что будет поинтереснее. Но первая игра скучная. Я надеюсь. Правда, правда скучная. Потому что в одну сторону всегда, когда нет противостояния, получается... Ну, это как Россия, Савдовская Аравия. Ну да, да. Я не смотрел, правда. 0-5, по-моему, да, они сыграли. Так, 0-5, да. Но это было здорово. Это было хорошо. Это здорово только. И Египет 3-1, да? Да ты вообще вдумайся. А я футбол не смотрю. Такой результат был только у сборной Италии на 1934 году. Ручку, пожалуйста. 8-1. Начались аналитики. А, разговоры про футбол. У нас просто, смотри, ты можешь прорекламировать, да, еще. У нас есть такая штука, называется Рухаб Бинго. В эфире упоминается чемпионат мира по футболу. Есть. Ну вот у тебя лежит, тоже можешь почитать. Да, тут, в общем, смотри, всякие разные есть ачивки, которые, если что-то происходит в эфире, то ты делаешь клип, соответственно, заносишь себе, что ты это сделал, вот она на экране, что ты это увидел. И если ты собрал одну какую-нибудь, ну как в Бинго, либо линию, либо столбец, то ты получаешь какой-то приз. То есть у нас сегодня уже был какой-то победитель. Вот Александр Дурыгин, он собрал. Вот, вторую линию, да, собрал. То есть все это было, и Брюмастер, и забавная подпись таланта. Майл хайпит на бустом месте. Ну это нормальная ситуация. Ну нормальная. Фишки онлайн от НС, это тоже было. Капа Прайд на стриме, ну куда без этого. Смайловская Кеке. Это я покашлял. А ты, а, кстати, татуировка Смайла, кусок татуировки, если что, там тоже где-то есть это. Вот, и Рейдинг сносит два лайна сразу на это. Вот, и тут всякое разное есть. И вот сейчас где-то здесь про футбол, в каком месте? Вот, в самом верхнем. Вот, да-да-да. Чемпионат слева. Вот, в эфире, знаете, чемпионат мира по футболу. Вот, собственно, и было оно. Ну, в любом случае, наши молодцы, что я могу сказать. Конечно. В каком? В 1900? Короче, в 1934 году вот сборная Италии тоже за два матча имела счет по голам 8-1. Ну я сегодня прочитал просто где-то, я тоже футбол не смотрю. То есть больше такого как бы не было. Все, это сборная России, детка. Неплохо. Темене моржовой, так сказать. Ну на самом деле просто дома, скажем так, страшно, когда рядом люди, которые контролируют все эти вопросы. В погонах? В погонах, да. И другие представители интересных структур. В общем, я рад, что у нас получается. Хотя футбол такая себе игра, скажем прямо. Кто-то поинтереснее будет. Ну ты сейчас, конечно... Зря, да? Я сейчас закидаю мячами. Я, конечно, согласен. Теперь 2х закидают. Да, ну сейчас вот следующая катка.